Дальневосточная энергетическая компания ужесточает санкции к должникам. Тысячи владивостокцев в конце сентября могут остаться без электричества. Следовательно, и без привычного комфорта. Зарядить телефон, посмотреть телевизор или поработать за компьютером уже не получится, ведь все современные гаджеты и устройства питаются от электроэнергии. Дальэнергосбыт пошел на такие меры вовсе не из редности. Горожане задолжали компании почти 400 миллионов рублей. Задолженность за электроэнергию у потребителей и физических лиц постоянно существует. И данный год не исключение. Потребители, особенно к лету, уезжают в отпуска и забывают оплачивать квитанции за электроэнергию. Соответственно, мы вынуждены прибегать к крайним мерам, таким как отключение от энергоснабжения. Ежемесячно по Владивостоку мы вводим ограничения энергопотребления более чем 2000 потребителям. Напомним, с января этого года правительство Российской Федерации упростило процедуру уведомительной работы о планируемых ограничениях ресурса. Раньше недобросовестного потребителя нужно было дважды предупреждать об отключении. Этим пользовались злостные неплатильщики. Увиливали, делали вид, что никаких уведомлений не получали. Следовательно, и отключать их от электроэнергии не имели права. Теперь отходных путей нет. После того, как потребитель получает квитанцию, в которой прописана информация о задолженности, у человека есть 20 дней на оплату долга. А дальше – туши свет. Эффект от отключения идет постоянный отклик абонентов. Ежедневно приходят к нам в Центр обслуживания потребителей, должники, с информацией о том, что он оплатил, показывают квитанцию в оплате. Если брать соотношение, то это не менее 70% потребителей, которые после отключения оплатят. А как же остальные 30%? Часто они накапливают свои долги. Привыкшие к безнаказанности люди годами не платят ни за свет, ни за воду, ни за тепло. Однако за последние годы законодательство повернулось коммунальщикам лицом и развязало руки ресурсоснабжающим организациям. Первые прецеденты уже есть. Так, в конце июля должницы впервые отключили все коммунальные услуги. Женщину из Владивостока лишили горячей воды, электричества и канализации. Она задолжала 130 тысяч рублей. Заметим, что сейчас отключать электричество могут и за 2 тысячи рублей задолженности. Катерина Матвеева, Андрей Макаров, Новости на Восьмом.